Восточно-казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан начала выпуск детских книг, напечатанных шрифтом Брайля. О том, как подбирают авторов для изданий и существует ли нехватка специализированных изданий для слабовидящих детей в регионе, расскажем в следующем материале. В Восточном Казахстане не хватает детских книг, напечатанных шрифтом Брайля, отмечают специалисты. Чтобы решить эту проблему, в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан наладили выпуск изданий с рельефно-точечным тактильным шрифтом для юных читателей. В Казахстане раньше была своя типография по выпуску книг рельефно-точечным шрифтом. Сейчас такой типографии общей нет. В нашей библиотеке благодаря Тифлокомплексу мы выпускаем, и нашей особенностью является выпуск рельефно-точной, рельефно-графической и тактильной литературы. Для детей с проблемами зрения также этой литературы не хватает, она необходима и очень востребована. Для выпуска книг были отобраны самые популярные произведения казахстанских писателей. Например, такая книга «Славлю тебя, родной Казахстан» – это книга-сборник, куда вошли рассказы, повести советских казахстанских писателей. Также книга «Солнце в одуванчиках» Марата Кабанбаева. Здесь рассказывается о таких хороших качествах, человеческих качествах, как дружба, верность, любовь к родине. Денис Ишунин печатает книги, переводя обычный текст в шрифт Брайля. Раньше в библиотеке выпускали издания только для взрослых читателей. А сейчас приступили к печати книг и для детской аудитории. По словам библиотекаря, есть немало нюансов, которые нужно учесть при подготовке изданий для детей. В этом году будут печататься книги для детей не только шрифтом Брайля, но и с тактильными рисунками. То есть для того, чтобы дети имели представление. Например, если нарисован, например, серый волк, например, или лиса, чтобы дети могли пощупать. И чтобы у них имелось представление об этом животном. Часть напечатанных книг библиотекарей подарили ученикам специализированной школы для ребят с нарушением зрения. Ребята с удовольствием читают новые книги. «Специализированная библиотека подарила нам замечательные книжки о природе, о животных. Детям они очень нравятся. Книги у нас развивают наше мышление, наше воображение. Соответственно, мозг развивается, и дети становятся более сообразительными, успешнее становятся и самосовершенствуются. То есть это для них самих будет развитием». В этом году в библиотеке планируют выпустить серию книг казахстанских писателей, которые создавали свои произведения для детей. Новые здания не только пополнят фонд библиотеки, но и будут подарены специализированным школам области. Ирина Санникова, Асхат Артебаев, Алтаекпарат.